В 63-м регионе закончился период выдвижения и регистрации кандидатов для участия в выборах. В Государственную Думу по пяти федеральным округам, образованным на территории Самарской области, выдвинулись 50 кандидатов, 45 из которых прошли регистрацию. Мы тоже строго смотрели за тем, нет ли действительно каких-то предпосылок для серьезных конфликтов. Их не оказалось, и я думаю, что это совокупная заслуга всех тех, кто причастен к организации избирательного процесса. У меня на данном этапе позитивная оценка результатов работы. Уровень активности партии, по словам экспертов, в этом году значительно выше, чем было в прошлой избирательной кампании. Это способствует высокому уровню конкурентности. По 25 округам в Самарскую губернскую думу выдвинулись 633 кандидата. Из них 60 получили отказ в регистрации. Среди основных причин – отсутствие необходимых документов и недостаточное число достоверных подписей. Если говорить о регистрации, то у нас в 2021 году зарегистрировано больше кандидатов, чем в 2016. Если в 2016 у нас было зарегистрировано 550 кандидатов, то в этом году я сейчас беру выборы Самарской губернской думы, то в этом году мы зарегистрировали 573, то есть немного больше. Избирком Самарской области уже провел жеребьевку и определил порядок размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам депутатов Самарской губернской думы. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. В регионе будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. Во всех регионах России созданы общественные штабы по наблюдению за выборами. Здесь обучают, а затем будут координировать работу независимых наблюдателей во время выборов. Также регулярно проводятся экспертные обсуждения по актуальным вопросам компаний. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стал член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Мэри Елчан, Василий Колдашов. События.